Стартовый номер 251. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Если она все хорошо сработала, раскрылась, начала медленно опускаться, работает система спасения, радостно становится. 12-річний Олександр навчается делать модель ракет у гуртку «Будинку дитячої творчості». Вот это достаточно сложная модель, это С-9А, или называют ротором. Продемонструвати дію ротору можно тут и сейчас. Когда ракета взлетает, ротор выстреляет в гору и раскручивается. Это позволяет прогельмовать спуск ракеты. Чем дольше это происходит, тем лучше результат. Если ветер, ее нужно еще успеть догнать, потому что на соревнованиях всего три тора, а регистрируется только две модели, которые могут участвовать. И поэтому как минимум одну модель нужно обязательно догнать, чтобы летать во всех торах. Ось и сейчас хлопцы готовятся к чемпионату Украины. Старанно створяют апараты под пильным наглядом керевника. А медали у всех порану. А из присутствующих все ребята имеют медали. У Саши, наверное, уже их штуки четыре. Думаю, что у него пополнится копилка. И у Вани тоже много медалей. Но они вот как раз, когда ему пришли, это два друга неразолучных. И они там работают в паре. Найкращий способ найти справжнего друга – это працювать разом. Нам надо было делать одну и ту же ракету, и мы помогали друг другу. Мы так познакомились. Ну, он что-то знал, и я. И мы так друг другу рассказывали. Иногда отдельно, помогаем друг другу. Вот так ракеты отдельно у нас все. За рабочим столом и на змаганиях хлопці завжди поряд. Хоча, дійсно, ракети виходять в них різні. Воно на ленте, это и спускается. А здесь вставляется устройство, которое измеряет, на которое на высоту взлетело. Это разные классы модели. Это С1А, у него С9А. Это ротор. Там типа лопасти, а тут лента. У ротора, чем дольше она летает, а у С1А, чем выше она взлетит. Створювати таки досконалі моделі досить непросто. Потрібен окумір, посидючість, наполеглівість і загальна освіченість. Жульверно читаю. Я очень много его книг прочитал. Часть аудиокниг послушал Жульверно, некоторые прочитал. Больше него мне, наверное, властелин мира понравилась книга. Ймовірно, и захопився моделюванням Олександр через фантастику. Года три назад внезапно он занимался туризмом. Перед этим футбол ходил, играл. Это його вовлекло. Он начал заниматься, получаться. І в перший же сезон он занял первое місто. Это його воодушевило. Я, як отец, я горжусь, радуюсь. Не перестаю радоваться сыну. Батьки Олександра за освітою конструктори, тобто спрацювали традиції. А от за характерами у родині всі дуже різні. Я даже больше него, наверное, переживаю. Он у нас такой равновешенный, вроде бы спокойный. Постоянно приезжаю на соревнования. Даже перед работой, после работы уставший стараюсь поддерживать. И на запуски ракет. Біля будинку творчості батько Сашка теж приходить с задоволением, чтобы отстеживать процесс и фиксировать победу. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Чтобы просто полетело, надо постараться. А не так, что тебе дали, а ты уже летаешь. Головний юні конструктори зрозуміли, що треба докласти багато зусиль заради красивих польотів ракет. Приклади складних моделей у гуртку також є. Щоб зробити таку красуню, треба навчитися працювати на 3D-принтері. І така можливість у гуртка вже є. Але у своїх мріях Олександр йде ще далі. Не знаю, я хотів просто стати інженером-конструктором і проєктурувати там модель. А як же Марс? На Марс немає. Максимум на МКС. Я, так, цікавлюсь світим. І поки суперхлопець мріє, перед ним відкритий весь Всесвіт. Тож чекаємо від Олександра нових перемог. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Дякую! Субтитрувальниця Оля Шор